Добрый вечер! В эфире телеканала «Репортер 73», программа «Разберемся». Повод собраться в очередной раз в этой студии. У нас благоприятный 11 числа Всероссийский день трезвости. Вместе с тем проблемные, потому что с алкоголизмом боремся в России, во всем мире. Боремся не первую сотню лет. Победить пока не можем. Но определенные положительные тенденции в этом есть. Вот в 73-м регионе как обстоят дела. Об этом будем говорить сегодня с гостями нашей студии. Сегодня с нами Валентина Герасимовна-Караулова, советник губернатора Ульяновской области по направлению здравоохранения. Здравствуйте! Михаил Владимирович Белянкин, главный врач Ульяновской областной клинической наркологической больницы. Здравствуйте! Александр Евгеньевич Мурашов, начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации губернатора Ульяновской области. Добрый вечер! И Светлана Владимировна Маркелова, руководитель Центра передовых инициатив технологий и проектов Центра стратегических исследований Ульяновской области. Добрый вечер, уважаемые гости, еще раз. И, наверное, начнем с Михаила Владимировича и с языка цифр. Вот по статистике, сколько человек у нас в регионе попали в зависимость от алкоголя и находятся, соответственно, в поле зрения наркологической службы? Говоря о тех, кто находится в поле зрения нашей службы, будем, естественно, говорить о тех, кто состоит на диспансерном учете. Цифра, скажем так, лучше, чем в прошлом году, но достаточно все равно пугающая своими масштабами. 11,5 тысяч человек сейчас официально находятся у нас на нашем учете, и 2750 человек из них – это женщины. Большая часть – это люди возрастом до 40 лет, ну, чуть поменьше половины, где-то порядка 40%, от 40 до 60. 37 подростков, к счастью, не с синдромом в зависимости от алкоголя, с пагубным потреблением, тоже, в общем-то, достаточно пугающим состоянием для молодого организма, но, опять же, с тенденцией к уменьшению. И, на наш взгляд, достаточно объективный. Вопрос еще такой, уточнить хотел бы, а сколько нужно пьянствовать, или сколько нужно в себя возлеять алкоголя, чтобы к вам попасть? Есть ли какая-то определенная граница, хотя бы среднестатистическая? Ну, среднестатистически граница зависит от того, откуда вы. Кто пьянствует, да, да, и как. Если вы с Крайнего Севера, то вам достаточно употребить практически бутылку водки, чтобы стать зависимым от алкоголя. Если вы француз, вы можете достаточно длительное время употреблять вино и не стать алкоголиком. У жителей Крайнего Севера нет такого фермента, который есть у нас, расщепляющий алкоголь. Они пьянят гораздо быстрее. Что касается нашего среднего ульяновца, да, как только у человека, живущего в нашей области, появляются проблемы с психикой, как только появляются проблемы со внутренними органами, и при этом прослеживается четкая связь с употреблением алкоголя, ему пора обращаться к нам. Понятно. Ну, спасибо. Спасибо. Слава Владимировна, масштабные исследования по алкоголю проводятся, по-моему, до сих пор, даже в Ульяновской области. Каковы результаты, возможно, первичные? Ну, и, в общем-то, может быть, озвучите нам уровень продажи алкоголя на душу населения? Вот это, наверное, самое интересное. Ну, мы провели исследование таких факторов, как уровень безработицы, мы рассмотрели обеспеченность врачами-наркологами в целом по регионам, в том числе по различным муниципалитетам. Мы провели анализ системы доли граждан, которые занимаются спортом, как эти факторы влияют на уровень алкоголизации населения. То есть, как бы, выявляли определенную зависимость и доказывали ее с точки зрения уже цифр. Но на сегодняшний день Ульяновская область, наверное, улучшила свою позицию в рейтинге трезвости. С 39-го места мы поднялись на 25-е место. Если рассматривать субъекты ПФО, то мы занимаем 3-е место. Впереди нас только Самара и Оренбургская область. Там чуть меньше нас употребляют алкоголы. То есть, мы даже Татарстан обогнали? Мы обогнали Татарстан. Удивительное дело. Татарстан в 2019 году сдал свои позиции. И, к сожалению, уровень продажи алкоголя на душном селении там намного выше, чем у нас. Если рассматривать, сколько приходится на одного человека в Ульяновской области, то по данным 2018 года, крепких алкогольных напитков у нас приходится чуть больше 3,5 литра на человека. 7,5 литра приходится – это вина и прочее. Ну, то есть, около 13 литров крепкого алкогольных напитков приходится на человека. За первые полугодия 2019 года картина немножко изменилась. Крепкий алкоголь немножко снизился и составил у нас почти 1,8 литра на человека. Вино около 3 литров на человека. То есть, если даже в следующие полгода тенденция сохранится, то есть 6 литров выйдет. Единственное, что проблема идёт с пивом. То есть, пиво за полгода на душу населения у нас составило 23 литра. – Я думаю, что выправится к концу года. Сейчас просто после новогодних праздников до сих пор продолжают потихоньку на пиве сезжать, а потом начнут крепкий алкоголь. Вот даже специалист уже посмеялся над этой шуткой. Спасибо большое за ваш ответ, Валентина Герасимовна. А вот смотрите, сейчас как раз прозвучали цифры на душу населения. На мой взгляд, всё-таки, наверное, правильнее было бы считать по каким-то социальным группам. Так было бы вернее, потому что младенцы не пьют алкоголь, а мы на них распределяем. И мы не можем таким образом, наверное, понять всё-таки, кто там, синие воротнички, сколько они выпивают, сколько белые воротнички выпивают, сколько там пенсионеры. Но вопрос даже не в этом, вопрос в детях. Алкоголизм среди детей и молодёжи растёт. Вот дети молодые, как они начинают пить? С чего вдруг? – Вы знаете, вот вы совершенно правильный вопрос, акцент сделали на том, чтобы разбить на социальные группы. И наша следующая просьба вот к агентству стратегических исследований будет это посмотреть, а сколько же употребляет на душу работающего населения, трудоспособного, вернее, неправильно говорю, трудоспособного населения. Потому что вы совершенно правильно говорите, младенцы не пьют. Ну, про пенсионеров я бы такого не сказала, но, во всяком случае, те, кто уже в глубоком, будем говорить, возрасте, наверное, на них тоже не стоит распространять данную тенденцию. А что касается детей, и мы тогда, по крайней мере, сможем узнать, какую же долю из всех алкогольных напитков употребляют люди трудоспособного возраста, потому что это очень важно. А что касается детского алкоголизма, к сожалению, и в России, и в других странах мира это остаётся насущной проблемой. И основные факторы здесь кроются, несмотря на все запреты, кроются всё-таки в доступности спиртных напитков, несмотря на официальный запрет. И мы, в общем-то, по официальной, опять же, статистике знаем, что практически 5 миллионов детей от 11 до 18 лет употребляют, либо имеют опыт употребления алкогольных напитков. И средним возрастом детей, впервые попробовавшим алкоголь, 10 лет. Как это ни прискорбно, как это ни страшно, 10 лет. И вот официально мы знаем, что более 12 тысяч детей с алкогольной зависимостью пребывают на учёте у психоневрологов в детских учреждениях. Поэтому здесь, конечно, очень много обращалось внимания на причины детского алкоголизма, на причины вообще употребления алкоголя детьми. И на первое место выходит всё-таки это самоутверждение, стремление к самоутверждению. Потом это то, что тянется за друзьями. Вроде все пьют, и я тоже попробую. Ну и, конечно, к сожалению, часто это наблюдается в семьях, где родители достаточно свободно относятся к употреблению алкоголя. Пример родителей. Да, и не всегда внимательно следят за своими детьми. А что делать с этим? Вы знаете, у нас сегодня... Заставить же следить невозможно. Или можно? Можно. Вы знаете, у нас сегодня было очень интересное свидание комиссии по делам несовершеннолетних, где выступал врач-психиатр, и который как раз говорил о том, что не нужно там, допустим, гиперопека, чтобы у детей было, но контролировать поступки своих детей, контролировать, где ваш ребёнок пребывает и чем он занимается, без этого нельзя. И ещё один момент, на который я тоже хочу обратить внимание, это не всегда дети во внеурочное время заняты. Если ребёнок посещает спортивную секцию, либо танцевальную, либо какую-то другую, где он занят, ему просто некогда. Он из школы, где там ещё много уроков. Кстати, дети, которые регулярно занимаются в спортивных секциях, либо в каких-то других там видах внеурочной занятости, вне классной, они идти учатся хорошо. Поэтому здесь нужно, конечно, на это обратить внимание, именно на развитие внешкольных занятий для детей. Спасибо. Александр Евгеньевич, в России снова заботились воссозданием, вотрезвители. Ваше к этому отношение, просто добавлю, что кто-то называл вотрезвители абсолютным злом, что, дескать, там людей только грабят, избивают, унижают и так далее. А кто-то, когда их отменяли, говорил, что а как же теперь будет? То есть будет лежать пьяный человек на улице и в сугробе замерзать. Ваше личное отношение и ваше мнение, нужны ли вотрезвители в России, как их восстановить, если нужны? Ну, вообще, вотрезвители в своё время выполняли как бы несколько функций. В первую очередь, социальные функции. Они первое. А, они, значит, помещали туда людей, которые могли стать объектом правонарушения или которые находились в опасном для жизни состоянии. Ну, особенно это в зимний период. В зимний, осенний, холодный. То есть, фактически, экипажи методотрезвителей таких людей выявляли. Значит, доставляли методотрезвители, не давали им замёрзнуть, ну, или самое худшее. Значит, и вторая социальная функция. Всё-таки туда доставлялись люди, находящиеся, ну, в сильной степени опьянения, которые уже не могли контролировать своё поведение. И, как правило, это поведение выражалось не лучшим образом как в общественных местах, так в быту, так и в семье. И, конечно, изоляция на определённый период до вотрезвления этого человека, когда его забирали из семьи, согласие, естественно, родственников, вот, это приводило в определённой степени к улучшению ситуации на данный момент, в момент совершения правонарушения, в семье в том числе. Понятно, что государство, выполняя эту функцию, оно брало на себя и определённые финансовые обязательства. Вот сейчас, в последнее время, мы видим, что в связи с отменой закона о, значит, ограничении бродяжничества, попрошайничества, вот, значит, по алкоголизму перестали существовать у нас медицинские вытрезвители, то проблема есть, и эта проблема, в первую очередь, сейчас, ну, если уж так говорить, свалилась на наших медиков, потому что их доставляют в медицинские учреждения. По показаниям он не больной, по показаниям он пьяный, ему достаточно протрезветь, с ним проведут профилактическую работу, отпустят и так далее. А фактически он вытрезвляется в медицинском учреждении вместе с другими больными. Ну, вот я бы хотела здесь добавить. Дело в том, что на самом деле сейчас роль вытрезвителей зачастую выполняют лечебные учреждения. Если в городе это в основном наркологическая больница, то в сельских муниципальных образованиях это районная больница. И как вы совершенно справедливо заметили, если человек на улице и патруль его обнаруживает, конечно, он не оставит его там на улице замерзать, и он его привезет в лечебное учреждение. А где-то грань, что человек, допустим, у него токсическое опьянение, и он на самом деле нуждается в медицинской помощи. Если это медицинский вытрезвитель, то там работает, пусть это средний медицинский работник, но он сможет определить, в какой помощи данный человек нуждается. А в полиции это не всегда возможно, и поэтому на самом деле везут в лечебное учреждение. Либо он там отрезвляется через какое-то время, либо ему оказывают медицинскую помощь. Либо он там дерется, нападает на персонал. Это же большая проблема. И мы тогда вызываем полицию, которая уже в стенах лечебного учреждения его усмиряет. Но все-таки, может быть, и возвраты отрезвителя, где будет фельдшер специально обученный, или там находится человек, который понимает в медицине, это и есть выход из ситуации? Как бы мы медиков спасаем? Ну, скажу, что самое основное, что сейчас препятствует созданию таких учреждений, это отсутствие нормативной базы. Если раньше эта нормативная база была федеральной, то сейчас эти полномочия никому не переданы, а на федеральном уровне они просто не предусмотрены. Поэтому мы сейчас вместе с нашими коллегами активно работаем над тем, чтобы возродить вот эту тему. Более того, пару лет назад мы обратились и в Совет Федерации, и в Государственную Думу, поставив вот эту проблематику перед нашими депутатами и сенаторами. И сейчас активно изучаем опыт Татарстана и Башкирии, в которых на муниципальном уровне такие учреждения созданы, но они созданы в виде социальных учреждений. Александр Евгеньевич, а вот прошла информация, что законопроект внесен в Государственную Думу именно по организации вытрезвителей, но уже в качестве частного государственного партнерства, то есть где с частичной оплатой, допустим, людей, которые там будут пребывать? Вообще это вот как вы сегодня? Нет, эта информация, она имеет место быть. Более того, и ранее при существовании медицинских вытрезвителей гражданин, который туда помещался, он обязан был оплатить услуги. Медицинского вытрезвителя. Поэтому сейчас проект разрабатывается тоже в части того, что при оказании гражданину помощи он также должен быть, должен эти услуги оплатить. Спасибо. Понятно. Ну, понятно, в общем-то, это пока нужно сначала проект разработать, как это все документально оформить, и после этого уже только приступать к созданию на карте города. Потому что здесь много межведомств. Михаил Владимирович, вопрос. Хочется понять, как в отразитель потенциальный не попасть, то есть от чего вообще развивается зависимость от спиртного. Может ли человек на каком-то этапе своей жизни, там, с какими-то выпивкой на праздники, да, вдруг понять, что это не то и что нужно прекращать? Или это происходит внезапно, когда уже ничего сделать нельзя? Ну, нет, алкоголизм, он развивается постепенно и в течение в основном нескольких лет. Некоторые авторы говорят, что и десятилетиями, в принципе, и многие с ним согласны. Чтобы не попасть в зависимости от алкоголя, лучше всего, конечно, его не употреблять. Но допускается эпизодическое употребление, да, несколько раз в год, скажем так, на крупные праздники, до состояния первой степени опьянения. Первая степень опьянения – это когда человеку весело, когда он много со всеми общается, он любит весь мир, он просто счастлив, да, ну, в кавычках, естественно. А вторая? Если человек напивается до второй или даже до третьей степени опьянения, когда он уже не в состоянии что-то связанное говорить, когда речь его превращается в набор каких-то нечленораздельных звуков, когда у него замедляются движения в третьей степени и пропадают, если таких опьянений у человека раз в неделю, два раза в неделю набирается, тогда уже надо задуматься. Это систематическое пьянство или злоупотребление алкоголем. Злоупотребление алкоголем – это уже поле зрения наркологической службы. В этот момент у него начинаются проблемы с головным мозгом, с психикой, со внутренними органами, прежде всего, с сердечно-сосудистой системой, и с печенью, с поджелудочной железой, ну, и другие вытекающие оттуда проблемы. А понять-то он это состояние? – Были ли у нас случаи, когда человек приходит и говорит, я алкоголик, примите меня и вылечите? – Конечно. – Когда он серьезно говорит, таких случаев единицы. – Ну, есть. – Могут заставить его прийти родственники, которые его по дороге к нам, значит, внушат ему, ты алкоголик, давай лечись, при этом они правы. Но человек, как таковой, не принимает это. При алкоголизме второй степени все говорят, что они пьют, как все, и практически ничем от трезвенников не отличаются, могут в любой момент бросить. Основная проблема в наркологии – это довести до больного человека мысль, что он болен, что ему требуется лечение. – Спасибо. Так, попробуем с другой стороны посмотреть. Мария Слава Владимировна, какие, на ваш взгляд, ориентируясь на те исследования, которые проводили, необходимо предпринять меры для того, чтобы победить алкоголизм, если не во всей России, то хотя бы в отдельно взятой Ульяновской области? – Ну, наверное, так сразу и сказать нельзя, потому что какие бы меры ни предпринимали принудительно, они всегда будут иметь обратный эффект, в первую очередь. Но если смотреть на опыт, например, скандинавских стран, то там организация продажи алкоголя крепкого идет через специальные алкомаркеры. То есть это большие специализированные магазины, где уже сразу видно, потребители непосредственно, кто имеет право и так далее. При этом в этих же странах и в большинстве стран Европы есть ограничения, что алкоголь продают свыше 20-21 года, крепкие, то есть непосредственно. В некоторых штатах Индии, США там после 25 разрешается продажа. Может быть, и у нас эта мера в определенной степени сработает. Но вот здесь надо еще посмотреть. Мы проводили как бы соцопрос небольшой. Очень жалуются жители тех районов новостроек, где на первых этажах размещаются магазины по продаже алкогольной продукции. В разлив. В разлив, там небольшие такие как бы магазинчики. Потому что идет мама, папа вечером с ребенком гулять, папа всегда зайдет, купит баночку пива, я иду пью пиво, рядом ребенок, да, соответственно, ребенок перенимает вот это вот. Папа пьет пиво, значит, мне потом можно, да, то есть как бы непосредственно. То есть что можно сделать, да, то есть как бы на наш взгляд. Есть опыт уже Краснодарского края. Они запретили продажу алкоголя вот в таких вот как бы помещениях с 11 часов вечера до 11 часов дня. То есть там запрещается продажа. Возможно, эта мера нам даст какой-то определенный как бы уже плюс в этом. Ну и в первую очередь, наверное, мера, да, наверное, не так ее можно назвать, а мы должны пропагандировать здоровый образ жизни, больше, наверное, строить спортивных площадок, чтобы дети не ходили с родителями просто так, да, то есть как бы непосредственно, а занимались спортом, и, соответственно, все время у них это было бы занято. Вот это вот возможно, наверное, и будут такие вот меры. Но, правда, сейчас Валентина Герасимовна, какие мероприятия у нас реализуются в регионе по профилактике алкоголизма и формированию здорового образа жизни как раз в рамках двух нас проектов – здравоохранения и демографии? Демография. Вы знаете, вообще, по большому счету, конечно, этих программ много. И направлены эти программы как на популяционную форму воздействия, то есть на весь наш народ, так и на групповое. Это, например, мы сейчас очень много работаем над формированием программ по укреплению здоровья на предприятиях. И там очень большое внимание и очень большой раздел уделяется как раз профилактике вредных привычек – это злоупотребление алкоголем и курению. Ну и, конечно, индивидуальная работа. Поэтому программы, над которыми мы сейчас и по которым мы работаем, они дают свой определенный эффект. Вот как Светлана Владимировна уже сказала, что мы с 39-го места в 2017 году поднялись на 25-е. Но это тоже трудно сказать, насколько это хорошо сейчас. Мы также попросились в проект, в пилот, вернее, и наше Министерство здравоохранения Ульяновской области заключило соглашение с научным центром медицинской профилактики Российской Федерации именно по изучению проблем алкоголизации и по снижению алкоголизации. Мы выбрали вместе с нашей наркологической больницей пять пилотных учреждений, которые прошли обучение у наркологов, которые приезжали к нам сюда и провели обучение наших наркологов в плане именно взаимодействия с людьми, то есть по реализации наших профилактических мер. Кроме того, сейчас вот именно в рамках диспансеризации нацпроектов, то, о чем вы говорили, пока, к сожалению, это не очень срабатывает. Но при диспансеризации, при выявлении, в первую очередь, факторов риска и заболеваний на ранней стадии, люди должны быть своевременно направлены теми, кто проводит диспансеризацию в наркологический кабинет, к наркологу. Это не говорит о том, что всех людей надо сразу ставить на учет, и чтобы они уже чувствовали себя какими-то ущемленными. Нет. Просто если человек во время анкетирования называет цифры своего употребления алкоголем, то алкоголь, то его надо обязательно направить к врачу-специалисту, чтобы ему вовремя сказали, ну, знаете, вот у вас перспектива вот такая, вот такая, вот такая. И чтобы он уже понял, и на самом деле, вот как Михаил Владимирович сказал, посмотреть состояние здоровья его сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, потому что мы, например, каждую неделю Министерство здравоохранения проводит анализ смертности нашего населения, и, к сожалению, достаточно много, очень большой процент смертей, когда люди при докладах нам вот с мест, с муниципалитетов говорят, что да, это связано с употреблением, со злоупотреблением алкоголем. Это очень печально, поэтому программ много, проекты есть, нужно, чтобы они заработали в полную меру. Хорошо. Александр Евгеньевич, про магазинчики в домах, про пивнушки прозвучал момент. Органы местного самоправления и полиция, какую профилактику проводят среди жителей региона? И вот как раз-таки этот момент тоже очень важен, на мой взгляд, потому что, мне кажется, нас немножко так подшатывает, как пьяненьких, я имею в виду весь регион в деле борьбы с алкоголем, у нас депутат ЗСО, то разве что запрещают эти магазинчики, то разрешают, то опять запрещают какого-то четкой линии. Нет, почему, на наш взгляд, так происходит? И полиция, муниципалы, что могут сделать с алкоголизмом? Нет, ну вообще я хочу сказать, что, как вы говорите, Евгений, вот этого шарахания, если одним словом сказать, то этого шарахания нет. Есть конкретные меры в конкретное время по конкретной ситуации. Вводили эти запреты при определенной ситуации. Запреты действовали в течение нескольких лет. В течение нескольких лет мы мониторили совместно с общественниками, совместно с нашими уважаемыми наркологической службой ситуацию. Значит, ситуация улучшалась, да. Но, значит, по мере заполнения рынка, в том числе фальсифицированным нелегальным алкоголем, суррогатным алкоголем, в том числе, вы знаете о примерах Дальний Восток, когда были групповые смерти от потребления алкоголя, не чрезмерного, а от потребления алкоголя. Значит, было принято решение губернаторам, что давайте мы попробуем, посмотрим. Нам нужно, в первую очередь, вытеснить ту составляющую, которая приводит к тем посредствиям, которые мы не можем, во-первых, оценить. Мы не можем искать долю нелегального алкоголя в общей структуре реализуемого легального алкоголя, о чем мы сейчас и говорили, когда вы задали вопрос о том, что сколько литров, допустим, условных единиц спирта в год приходится на жителей Ульяновской области. Мы говорим, вот столько-то, но это мы говорим по статистике, реализуемой через легальные торговые сети. Поэтому здесь губернатор поставил задачу, надо нелегальный алкоголь вытеснять. Вытеснять какими способами? Дать большую свободу легальному алкоголю. То есть это не шатание, это гибкость? Это гибкость, да. Поэтому было принято решение сейчас. Некоторые наши вот эти запреты, которые были установлены на территории региона, их временно приостановить. Мы их приостановили, сейчас наблюдаем за ситуацией. Значит, следующий момент. Значит, можно сказать, вот в рамках того, что сколько этого алкоголя, да, вот, допустим, за 7 месяцев текущего года из-за нелегального вот этого оборота было, значит, выведено 72 тонны алкоголя. Если взять такой же период прошлого года, было 37 тонн. Ну, то есть мы видим, что в разы здесь статистика, ну, так сказать, это хорошо или плохо, мы считаем, что это хорошо. То есть больше изумаем, больше есть свободы для легального алкоголя. Вот, плохо ли это, хорошо, это уже другой вопрос. Я имею в виду для потребления. Вот, но мы видим, что и потребление легального алкоголя, оно не увеличивается, в принципе-то. Значит, более того, что работаем, вот вы говорите, профилактика. Чем мы занимаемся? Сейчас и Валентина Герасимовна, и Михаил Владимирович об этом говорили, что это первое, а, это общая профилактика, направленная на группу людей, и, б, это индивидуальная профилактика, это работа с конкретным человеком. С кем работать? Мы знаем. Об этом знают социальные работники, об этом знают сотрудники органов внутренних дел, об этом знают наши специалисты медицин-наркологи. Поэтому с этой категорией работаем. И я думаю, что даже, вот, знаете, работа направлена не только по профилактике алкоголизма, а профилактике правонарушений общей группы. Мы же говорим, не просто так количество преступлений стало меньше на улицах, да? Значит, мы здесь понимаем, что здесь, а, работает полиция, б, что наша общественность оказывает им всяческое содействие в части наших дружинников. Спасибо. У нас время прям крайне-крайне мало. Михаил Владимирович, последний вопрос вам. А что мы, собственно говоря, огородим? Любая бабушка Шептуни сейчас за небольшие деньги в объявлении излечит вас от алкоголизма моментально. Разведите этот миф, если это миф, и можно ли вообще полностью излечиться от зависимости? Полностью излечиться, добиться ремиссии, а в последующем и интермиссии, так называемые. То есть, когда и все вредные последствия алкоголизма тоже у человека проходят, вполне возможно на любой стадии алкоголизма. Единственное, что чем дольше человек алкоголизируется, чем дольше он запускает этот процесс, тем дольше ему придется и лечиться. Те бабушки, которые могут помахать какими-то там интересными предметами, шепнуть что-нибудь на ухо, и могут помочь человеку избавиться от этой привычки. Мы их приветствуем, да, но все-таки живем в 21 веке, и надо быть все-таки реалистами. Само заболевание длится долго и лечится, к сожалению, тоже долго. Может, не к сожалению, может быть, и к лучшему. Спасибо. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напомню, мы говорили о вреде алкоголя, о опасности алкоголизма и борьбе с этой пагубной привычкой. Я благодарю наших гостей за участие в программе. А вас, дорогие зрители, за внимание. Всего доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин